В этом году исполняется 30 лет, как советские войска были выведены из Афганистана. Сегодня в Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамукова прошла тематическая конференция «Мы в памяти храним Афганистан», посвященная этой памятной дате. На мероприятии побывал наш корреспондент Альхан Лепшоков. Афганская война, продлившаяся 10 лет, стоила жизни тысячам советских солдат. Сегодня ветераны войны в Афганистане вспоминали о тех днях, когда каждый из них с честью и достоинством выполняли свой долг перед Отечеством. Открывая конференцию, руководитель региональной общественной организации Союза ветеранов Афганистана Исамам Чуев особо отметил важность таких мероприятий в плане патриотического воспитания молодежи и уважению к подвигу предков. Мы обязаны и должны учить наших детей патриотизму, говорить о тех трудностях, о той жизни, которую прошли в юности мои боевые друзья, и о том, что если мы не будем воспитывать нехпатриотизм, патриотизм, улица, интернет и те службы, которые не дремлют, именно я имею в виду западные спецслужбы, они будут забирать молодежь к себе под разными предлогами, через социальные сети. Поэтому наша задача, я думаю, в воспитании молодого подрастающего поколения. В ходе конференции были представлены документальные видеопрезентации истории с жизни самих афганцев. Собравшиеся отмечали, что подрастающее поколение должно знать, что каждый воин-интернационалист не только воевал, но и созидал, помогая братскому афганскому народу строить школы, налаживать инфраструктуру. И сегодня они продолжают активно участвовать в жизни общества. Сегодня, конечно же, наши афганцы проводят очень большую работу в плане патриотического воспитания. Они достаточно скромные. Я знаю очень много афганцев, и не только у нас в республике. И не так получалось, что я сталкивался. Это люди, которые умеют ценить дружбу, умеют быть верными своему слову. Отстаивали интересы советского государства в Афганистане представительницы слабого пола. Тамара Семенова служила в 66-й бригаде в инфекционном госпитале месестрой. Она поделилась своими воспоминаниями о тех ужасных днях войны, когда порой самоотверженные и храбрые женщины спасали жизни многих советских солдат. Очень часто создавались семьи там на войне. Обострялись чувства, обострялось все. Люди находили друг друга. Это тоже было. И с другой стороны, медики в основном были женщины. Так предрасположено, что женщина, она хранительница, она врачевательница. Также на мероприятии «Минутой молчания» почтили память погибших в Афганистане. В завершении конференции школьники прочитали стихи и исполнили песни на тему афганской войны. Олег Ханепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачева, Черкесия.